Ирина Риэлтор. В центральный офис МФЦ, что на улице Коширина, приходит регулярно. Нравится здесь обслуживание. Вот и сейчас для рядовой услуги регистрации иностранных граждан выбрала именно этот МФЦ. И говорит, не прогадала. Обслуживание вообще шикарное. Вот в этот офис я хожу постоянно, потому что здесь, во-первых, нет таких очередей, где вот бывает приходишь и очереди. Здесь обслуживание вообще шикарное. Персонал вообще замечательный. Вот честно, хочу отметить, потому что очень уважительные. Сразу вот меня посадили за три окошка, 9 человек я регистрировала. То есть все быстро, аккуратно. В пятницу посетителей много, однако очередей незаметно. Граждан вызывают оперативно, обслуживаются они сразу в каждом свободном окне. Мало кто знает, но сеть многофункциональных центров «Мои документы» в России разработал именно Павел Малков, губернатор Рязанской области. Сегодня он посетил флагманский центр вместе с коллегой Алексеем Херсонцевым, статс-секретарем, заместителем министра экономического развития страны. Хвалиться достигнутым не стали. Глава региона всегда говорил, что работать надо на результат. Поэтому, помимо уже достигнутых показателей, обсудили и вопросы развития. Каких услуг не хватает, кроме Минсоц? Какие услуги у нас в планах еще? Минсоц. Все остальные есть? Мы готовы. Из этих в этом году не протянем. Нам не нужны нематериальные, не трудовые ресурсы. Мы справимся. По итогам посещения МФЦ прошло совещание. Обсудили два главных вопроса – деятельность центра и планы развития. Хотя вопросов к его работе сегодня минимум. Нет очередей, коллектив центра слажен и опытен. Но и ему есть в чем прибавлять. Ключевая задача центров «Мои документы» – это такое обслуживание нашего населения, наших клиентов, чтобы мы руководствовались принципами клиентоцентричности, как сейчас принято говорить, чтобы все было быстро, эффективно, удобно. Ну и, конечно, только слаженная команда, команда, которая сама ориентирована на эти принципы, может также обслуживать своих клиентов, нас с вами, граждан, при предоставлении государственных услуг. Другой вопрос – развитие. В настоящее время в МФЦ региона входит 29 территориальных отдела, 146 территориально обособленных структурных подразделений, которые оказывают больше 380 видов услуг. Но и действующую систему надо развивать, считает Павел Малков. Проговорили все направления от формы, того, что нужно дальше обустраивать офисы, делать прилегающую территорию комфортной, открывать новые офисы и до содержания, до расширения количества услуг, которые здесь оказываются, и внедрения новых сервисов. Мы говорили, например, о том, что должны в МФЦ оказываться все социальные услуги, которые сейчас иногда оказываются в других органах власти. Или, например, обсудили, как должна развиваться процедура выдачи документов. Наша задача, в том числе, перейти на круглосуточную процедуру выдачи, чтобы можно было прийти в любое удобное время и получить уже результаты оказанной услуги. Теперь задача все пункты структурировать, чтобы действовать по четко намеченному плану. По фактам проведут еще несколько совещаний. И тогда новшество появится. Для удобства граждан. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.